Эта выборная кампания отличается достаточно большим накалом, как и страстей, уже несмотря на то, что она прошла только первый основной этап. Это этап очень ответственный и важный, это этап выдвижения и регистрации кандидатов. Но и масштабы тоже достаточно большие. В шести муниципальных образованиях будут проходить выборы в Советы депутатов, и в двух муниципальных образованиях будут проходить выборы глав поселений. Всего по состоянию на вчерашний день, а вчера был последний день, который был отведен для регистрации, зарегистрировано 379 кандидатов. Если в разрезе поселений посмотреть, то в городском поселении видно и зарегистрировано 111 кандидатов в Совет депутатов. В Горках Ленинских 42 кандидата, 60 кандидатов в сельском поселении Булатникское, 48 кандидатов в Молоковское, 75 в поселении Развилка. 43 кандидата в сельском поселении Володарское. Это что касается выборов Совета депутатов. Но у нас в городском поселении Видное, в сельском поселении Развилковское и Володарское также будут проходить выборы и глав этих поселений. На сегодняшний день всего зарегистрировано 21 кандидат на пост главы поселения. В городском поселении Видное это 10 кандидатов, в Развилке 6 и в Володарском 5. Если взять из общего состава кандидатов, примерно 30% — это самовыдвиженцы, остальные 70% — это представители различных политических партий. В этом году в этой выборной кампании на территории Ленинского муниципального района принимают участие 9 партий. 9 партий выдвинутых своих кандидатов. Это Всероссийская политическая партия «Единая Россия», Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации», Партия «Справедливая Россия», Российская партия «Пенсионеров за социальную справедливость», Российская экологическая партия «Зеленые», Российская объединенная демократическая партия «Яблоко», Всероссийская политическая партия «Партия Роста» и Всероссийская политическая партия «Родина». Вот таким политическим составом у нас представлены кандидаты на все те посты, о которых мы сейчас с вами говорим.